Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с разрушенного RAID 5 после поломки контроллера Dewey Control DC624E. RAID-массивы – это удобный способ объединения нескольких жестких дисков в один логический том, обеспечивая безопасность и надежность хранения данных. Контроллер от фирмы Dewey Control – надежное устройство, предназначенное для управления RAID-массивами. Он обеспечивает стабильную работу, но, как и любое другое устройство, не исключает возникновения неполадок. Когда контроллер выходит из строя, RAID-массив становится недоступным, что может привести к потере всех важных данных, хранящихся на дисках. Далее в видео мы рассмотрим, что делать при выходе из строя RAID-контроллера вашего сервера, как достать файл из дисков. Чтобы лучше понимать работу контроллера, давайте рассмотрим, как создать RAID на данном типе устройства. Подключите контроллер к материнской плате. Затем подсоедините к нему диски. Загрузите сервер. Для построения массива нужно открыть BIOS-контроллера. Для данной модели при загрузке нажмите клавишу F4. В результате загрузится BIOS. Чтобы создать массив, нажмите клавишу F1. Затем укажите параметры. Уровень RAID. Количество дисков, из которых он будет построен. Размер блока. Отметьте накопители, из которых нужно собрать RAID. Далее выберите тип построения массива, с копированием данных, или создать и инициализировать массив. Подтвердите выбор. Yes. После RAID появится на главном экране BIOS-а. Перезагрузите устройство. Далее осталось разметить диск и залить на него данные. При потере доступа к дисковому массиву, первым шагом нужно определить причины неисправности. Осмотрите контроллер и подключенные к нему диски. Проверьте, нет ли повреждений, следов коррозии или перегрева на плате контроллера. Также обратите внимание на индикаторы состояния, которые могут указывать на наличие ошибок. Если вы замечаете что-либо необычное, это может быть признаком проблемы с контроллером. Если после диагностики вы уверены, что контроллер не рабочий и его не удастся восстановить, то следующим шагом будет замена контроллера. Перед заменой убедитесь, что у вас есть точно такая же модель или другой совместимый контроллер. Замена контроллера на аналогичный обеспечит сохранность настроек RAID массива и облегчит процесс восстановления данных. Если вы заменяете контроллер на другую модель, убедитесь, что новый контроллер поддерживает тот же тип RAID массива и тот же уровень RAID, что и старый контроллер. Для замены отключите все диски от старого контроллера и аккуратно извлеките его из системы. Затем установите новый в тот же PCI Express слот на материнской плате. Откуда вы сняли старый контроллер. После установки подключите все диски обратно к контроллеру. Убедитесь, что диски подключены в том же порядке, в котором они были подключены к старому контроллеру. Это очень важно для успешного восстановления данных. После подключения дисков запустите систему и перейдите в настройки контроллера. Новый контроллер должен автоматически определить массив и сконфигурировать его согласно предыдущим настройкам. Если массив не определяется автоматически, откройте настройки и попробуйте загрузить конфигурацию вручную. Как только контроллер определил массив, у вас должен появиться доступ к вашим данным на RAID. В некоторых случаях замена контроллера может быть недостаточной для восстановления данных, особенно если массив был поврежден или испорчен в процессе работы с нерабочим контроллером. При выходе из строя контроллера, случайном удалении, форматировании дисков, неудачной настройки и т.д. для восстановления данных с разрушенного массива вам понадобится специализированная программа, которая поможет заново собрать RAID и достать из него важные данные. Hetman RAID Recovery обладает мощными алгоритмами восстановления данных и поможет справиться с различными ситуациями потери данных, в том числе и в случае выхода из строя контроллера. Программа поддерживает все популярные типы RAID, большинство файловых систем и различные типы построения массивов, мужества моделей RAID-контроллеров. Для восстановления данных вам потребуется подключить диски к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Программа в автоматическом режиме собирает из дисков разрушенный RAID. Выделив его, здесь внизу предоставлена краткая информация о массиве. Если на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь специальными переходниками и платами расширения. Их примеры вы сейчас видите на экране. Проверьте, правильно ли программа сумела собрать массив. Для детальной информации кликните по массиву правой кнопкой мыши и откройте свойства. Здесь на вкладке RAID предоставлена детальная информация о массиве, включая диски, их порядок, смещение и т.д. Если все верно, кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите открыть. Далее выберите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. При простой поломке контроллера достаточно будет быстрого сканирования, это займет меньше времени. Если программе не удалось найти файлов с помощью быстрого сканирования, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново, полный анализ. Укажите файловую систему. Далее. Откройте папку, где хранились файлы, которые нужно вернуть. Программа сохраняет всю структуру файлов и папок, поэтому найти нужные не заставит труда. В окне предварительного просмотра вы увидите содержимое всех файлов. Также она нашла файлы, которые ранее были удалены. Они имеют отметку в виде крестика. Далее выделите все, что нужно вернуть и кликните по кнопке восстановить. Затем укажите, куда сохранить данные. Диск, папку. И нажмите еще раз восстановить. По завершении все файлы будут лежать в указанном каталоге. В некоторых ситуациях программа может не собрать рейд в автоматическом режиме. Это может быть в результате затирания служебной информации на дисках. В результате программа не может определить параметров разрушенного рейд. В таких случаях поможет рейд-конструктор с функцией ручного построения. Конструктор поможет при затирании начала диска, где хранилась вся информация с параметрами массива. Это может произойти при подключении дисков к другому контроллеру и затирании прежней конфигурации или перестроении рейд. Если вам известны его параметры, запустите конструктор. Здесь выберите опцию «Создание вручную». Далее укажите тип массива. Порядок блоков Их размер Добавьте диски, из которых он состоял. Недостающие заполните пустыми, кликнув по плюсу. Также возможно придется указать смещение, по которому находится начало диска. Укажите порядок накопителей. Указав все известные параметры, здесь вы увидите ваш рейд. Если параметры указаны верно, развернув его, появятся папки. Заполнив параметры, кликните по кнопке «Добавить», после чего рейд появится в менеджере дисков. Далее запустите анализ, выполните поиск файлов и восстановите нужные. Восстановление данных с рейд массива нерабочего контроллера – это сложная задача, которая требует определенных знаний и опыта. Однако с помощью замены контроллера или программы для восстановления данных с рейд, вы сможете успешно восстановить утерянные файлы и обеспечить безопасность вашей информации. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас и помогло восстановить утерянные файлы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...